Всем здорова! Хочу сообщить радостную вещь для подписчиков, для хейтеров, конечно же, нет. Я починил себе комп. Спасибо моему знакомому за то, что пустил меня в дом и разрешил просто полностью по частям разобрать его ПК, чтобы я смог точно узнать, что у меня сломалось. Работай! Ты чё, где работай? Да не так играть будем, да? Во, Павел Шапошников, смотри, я всё починил. Давай, заходи. А чё ты там был в Бразиле, что не понял? Там где-то вот стало стыдно, забеглась. Тихо, убери камеру. Не уберем, не уберем. Давай, набирай. Съёмка запрещена. Набирай быстрее, проверим, работа нет. Прям в живой момент. Во, всё починил. А ещё больше спасибо всем людям, которые начали активно помогать недонатами, хотя я особо и не просил. Я выяснил, а многим было интересно, что это сломалась материнская плата. Сто процентов. Купил я её за 3500 рублей, она работает, всё отлично в одной конторке, а вот донатили мне 7500 рублей. Вообще просто, я, конечно, подохерял с такого расклада дел, я думал, мне максимум, ну не знаю, 3к сдонатят, ибо обычно мой донатчик на Эртлю то пустует, ведь я не провожу стримы и никогда не просил донатить. Максимум, что я делал, оставляю ссылку в описании. Ну, кошмар, короче, просто. В общем, отдельное спасибо всем вот этим людям. В общем, и я подумал, если я добавлю те копейки, которые плачет мне Ютуб, и эти лишние 4к, то можно задуматься о покупке новой видеокарты. Может хоть карта захвата заработать нормально. Ну, в общем, всем спасибо. Реально погляд мне с компом на Новый Год, ибо Ютуб вообще никак не хотел присылать мне деньги 3 месяца подряд. Там какие-то проблемы были с отцены, с моим аккаунтом, но комп работает, и вот вам новогодний видос. Знаете, что если зажать у свеча кнопку скриншота, то запишется последние 30 секунд игры. В общем, у меня накопилось много забавных повторов за всё время использования по свечам. Конечно, многие игры эту функцию не поддерживают, как Ведьмак, например, ибо игра слишком прожорливая, и эту функцию отключили. Но в остальном я рад, что могу наконец-то показать эти повторы вам. Начнём с Зельды. Лучшей игры года. Тут, пожалуй, без комментариев. А теперь хотите увидеть глубокую и продуманную механику боя в Зельде? Ну, в один прекрасный день Мобам задолбал застревать в багах, и они начали постигать искусство телепортирования. Вы когда-нибудь читали себя неудачникам? Вот после этого видео вы точно поймёте, что такое неудачник. Просто худший, вот худший из худших просто. В сраный вертолёд перед финишом. Какого хрена вообще, а? Вы когда-нибудь видели человека, которому вот просто насрать? Давайте я вам покажу. Ой, не тот видос. Вот правильный. Вот Марио, наконец-то. Чтобы собрать ту луну, нужно решить там какую-то головоломку, ещё что-то сделать. Но я... Это я. Я просто прыгну. И всё. Я человек простой, как говорится. Правда, умру потом, но луну-то я собрал. Кстати, недавно на свитч раздавали бесплатную игру Рект. И... Блин. Как только это зашёл, я увидел вот этот экран с заданиями. Давайте их почитаем. Сделай 10 метров дрифта. Окей. Набери скорости. Выбери направление. И быстро нажми Б. Давайте следующий. Во время полёта проведи правый мини-джойстик по экрану. Правый мини-джойстик по экрану. Это его надо оторвать, типа, и по экрану возить, как я понимаю. Браво. Браво. Локализация, которую мы заслужили. Ещё был момент, когда я люто присрал в Майнкрафте. В общем, сижу, крафчу, никого не трогаю. Как вдруг слышу, как-то дверь открыла мне внизу. А я один на сервере. Ничего не понял. Такой обосрался. Такой даже боялся идти вниз. Смотрю, а там никого нет. Думаю, может, на плиту нажали. А как? Что, внутри моего дома заспавнился кто-то или что? Короче, ничего не понял. В общем, спустя время опять прихожу, уже забыв о этой двери. А в этом всё и вижу вот это. Думаю, ребят, самая страшная игра вообще тысячелетия. Ладно, вернёмся к Зельде. Она вроде уж не такая страшная. Сраные, криповые типозы. Чё с играми вообще? Ладно, разбавим немножко Мариум. Опять же, без комментариев. Худший. Ладно, хотите увидеть мистера Айрат Айкью 200? Наслаждайтесь. Тут я понял, что не смогу допрыгнуть и кое-что придумал. Ладно, ребят, хотите увидеть худшего в мире в Гонках 2? В общем, в асфальте машина всегда пытается упасть на колёса при трюках. Но моя невыдача просто убила эту игру и её физику. Тут уже слова не нужны. Кто следит за моим каналом, тот знает песню про Мэка, когда от Кио он не устает. От Кио он не устает. Всё-таки так случилось, что он устал. Конечно! Давайте посмотрим в замедленном. Это жесть, конечно. Ну, я знаю, что вас может удивить больше повтора из игры про пожарника. Кстати, мне многие пишут, что правильно пожарный, нежели пожарник. Так, ребят, пожарный это работник спецслужб, а пожарник это герой игры Firefighter. Не путать, пожалуйста. Вам не кажется, что игры нынче вообще какие-то криповые стали? Ещё видео, где я поломал головоломку в Зельде, сам не поняв как. Он не такой интересный на самом деле, но давайте сама посмотрим. Ребят, вот я был худшим в мире в гонках вот ровно до этого момента. Ладно, вернёмся к игре года. Что у неё там? Просто худший, вот худший. Даже в игре года у меня хитбоксов нету. Что там дальше у нас? Я уже не понимаю, где есть баги, где есть рофлы от самих разрак... Я уже не понимаю, ребят, я уже не понимаю. Какова вероятность этого? Ну, надеюсь, вам понравился такой формат видео. Не зря я эти ссаны и повторы постоянно записывал. Но отобрал самые лучшие и вставил их. В общем, всем пока и... И всё, собственно, через счёт. Получилось! Мы загнали чудище в кратер! Это наш шанс! Скорее прыгай! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...